В воскресенье православные христиане праздновали Пасху, Светлое Христово Воскресенье. Календарный день 8 апреля остался в прошлом, но люди продолжают приветствовать друг друга. Христос воскресе, воистину воскресе. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! В Покровско-Татьянинском соборе пасхальную службу провел митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава при большом стечении верующих. В храме было как никогда многолюдно. Сегодня началась Светлая Седмица. Светлая Седмица продолжается 7 дней, начиная от Пасхи и заканчивая Фоминой неделей. В это время вечерние и утренние молитвы заменяют пение пасхальных часов. Очень многие храмы на Светлую Седмицу разрешают всем желающим попробовать свои силы на звонницы, позвонить колокола на свой вкус. Согласно православным канонам, всю Светлую Седмицу во всех храмах открыты царские врата. Это символично, они отворены, поскольку воскресший Христос открыл верующим дорогу на небеса. Издавна считалось, что умерший на Светлую Седмицу человек непременно попадает в рай. Всю эту неделю у храмов выставляют артос, особый хлеб. Его хранят до следующей Пасхи и дают по кусочкам заболевшим. А вообще всю Седмицу принято заниматься благотворительностью. Есть и свои запреты на эту неделю. Например, в Светлую Седмицу запрещено поститься. На Светлой неделе нельзя грустить и печалиться. А можно и нужно ходить в гости, радоваться, дарить друг другу подарки, угощать пасхальными крашенными яйцами, куличами. Самое важное, по традиции, в первый день Светлой Седмицы внуки должны отправиться к дедушкам-бабушкам и отнести им угощение, а крестники поздравить своих крестных.